Бисм الله, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله. Нشرح بإذن الله تعالى متن مختصر, имма متن الأصول الثلاث. С именем Аллах, все милостивы, являющего милость. Вся хвала принадлежит Аллаху. Сейчас мы начнем записывать лекцию, урок, сокращенное изложение текста, который называется «Сарат Сатур-Русуль», то есть «Три основы». Нعم. قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن, نسأل أسئلة خمسة. Перед тем, как мы начнем разъяснять вот этот вот текст, мы должны ответить на пять вопросов. Первый вопрос. Почему мы изучаем таухид, единобожие? Потому что единобожие, таухид, это право Аллаха над рабами. Мы созданы для того, чтобы поклоняться только Аллаху, исповедовать единобожие. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. Аллах не принимает ни одно деяние без единобожия, без таухида. لا يدخل الجنة إلا موحيد. В рай войдет только единобожник. حتى لا نقع في الشرك. Чтобы мы не попали в شرك, многобожие. زيادة الحسنات. увеличение благодеяний. искупление злодеяний. قد يسأل سائل أي واحد مننا. يقول له, هل أنت موحيد? Может человек спросить кого-то, ты единобожник или нет? تقول نعم, أنا موحيد. Ты говоришь, да, я единобожник. يقول لك ما هذا التوحيد? Он скажет тебе, что такое التوحيد? Что такое единобожие? إذا لم تعرف التوحيد, هذا معنى أن هذا الكلام كذب. Если ты не знаешь, что такое единобожие, значит эти слова ложь. ثم قد يسألك أيضا. يقول لك هل أنت موحيد? Также он может тебя спросить, ты многобожник, موحيد? تقول أعوذ بالله, أنا ليس موحيد, أنا موحيد. Ты скажешь, прибегаю к Аллаху от этого. Я не многобожник, я единобожник. ما هذا الشرك الذي حرام الله عليك? Что такое этот самый شرك многобожие, который запретил тебе Аллах? إذا كنت لا تعرف الشرك, نقول لعلك واقع الشرك الأكبر. Если ты не знаешь, что такое многобожие, может ты попадешь в это многобожие, а ты при этом не знаешь. Значит самое важное, что лежит на нас из обязанности, это изучение таухида и притворение его в деяниях, и призыв к этому. Также мы должны изучать شرك, чтобы предостерегать от него.